Слышится, я хочу, я хочу, я хотела, я вот так. В ваших отношениях был ли он? И то, что ты хочешь, понятно. А что хочет он? Любовницу создает жена. Представляешь? Она сама этого не понимает, сама этого не знает. Но своими действиями она создается. От безграмотности. Девчонки, мы так действуем. Более того, любовников у жен тоже создают мужья. Следующий момент, что муж просил, я родила ему детей. Ты для кого родила? Для мужа или для себя? И тогда получается, что ты жертва мужа. Которая исполняла его хотелки, абсолютно не думая о себе. И здесь тогда нарушены приоритеты, о которых мы говорим. Первый приоритет женщины – это я. Второй – это отношения с мужчиной. А третий – дети. Дети у женщины хорошо, чтобы были на третьем месте. Когда у женщины дети выше третьего места, тогда она становится жертвой либо детей, либо мужа. И дети смещают отца с его места. Если они становятся важнее, чем он для женщины. И она больше внимания уделяет им. Откуда появляется любовница, когда мужчина внутри семьи не может прожить свою собственную жизнь. И когда ему что-то в семье не хватает, он идет это добирать с любовницей. Каких-то отношений, какого-то качества. А ребенок – это лишь последствия этих отношений. Я рада, что у тебя есть четкое понимание своих чувств к мужу. И что ты четко для себя знаешь, что я его люблю и хочу быть с ним. Готова ли ты действовать из этой точки, что я люблю, буду с ним. Другое дело, что как тебе начать делать новые действия. Дело в том, что действия, которые ты делала ранее, привели к такому результату, который есть. Готова ли ты взять ответственность за эти действия, что ты их совершила, и за результат, который ты получила, как жена. В таких треугольниках ответственность делится на троих. По 33%. 33% у любовницы, 33% у мужа, 33% у тебя. Готова ли ты взять свои 33% ответственности и поменять на 33% своей ответственности, свои действия, чтобы быть рядом с мужем и счастливой рядом с ним. Для того, чтобы у него не было любовницы и ребенка, ты можешь пойти их убить. Такой вариант тебе подходит. Но у этого действия будут свои последствия. Понимаешь, что бы мы ни делали, у всего есть последствия. Еще я рассказываю на марафоне «Любовь», как благодаря любовницам мужчины остаются живы. То есть, либо он мучается, не закрывая свои потребности, и умирает. Я рассказываю, почему мужчины продолжительной смертности ранее, но короче, чем у женщины. На самом деле. Или он находит отдушину рядом с другой женщиной и остается жить. То есть, либо ты, у тебя верный, но мертвый, либо он неверный, но зато живой. Ты бы как выбрала? Вот выбери прямо сейчас. В данном случае он неверный, но живой. Это уже жизнь, это факт состоявшийся. Другое дело, что ты можешь быть такой женой, при которой не надо никуда бегать. То есть, если человек сытый, он не идет в ресторан или в магазин. Если человек только что сходил в туалет, его потребность пописать удовлетворена или покакать. Но он не пойдет еще раз в туалет. Но нет потребности, он пойдет, когда будет потребность. Вот любовницы, девчата, это такая же история. Когда есть потребность, люди туда топают. И хорошо было бы тебе выйти из вот этой модели жертвы, которой ты сейчас себя немножечко туда зачисляешь, потому что жертву никто не хочет. Ну, она настолько противна, слаба. Ее, конечно, не бросают жертву. Ну, потому что из этических соображений. Ладно, я потяну жертву на своем горбу. Так, чисто из благородных намерений. Но любить, восхищаться, украшать ее, ставить на пьедестал, уважать. Никто, жертву не уважают. Поэтому я тебе предлагаю из роли жертвы переходить в роль королевы. Перед тобой стоит большой путь. И ты реально все можешь изменить. Спасибо.